Всем трудоголикам посвящается, печень вам передает привет, желчный пузырь молит о помощи. Нервная система нервно курит в сторонке. Она не просто нервно курит в сторонке, а она неименуемо разрушается. Какие вопросы с печенью? Я вообще спортсмен. И я очень сильно был удивлен, когда мне сказали, что надо смотреть с печенью. Как вообще такое может быть? Я не пью, не курю, я спортсмен. Почему какой-то там алкоголик здоровее, чем я? Соответственно, мне подходили и говорили, а что с тобой не так? Куда твоя энергия пропала? Твоя энергия куда-то горящие глаза делит. Давай найдем. Я даже слышала, что поговаривали, что Морозов стал не тот. Да, вот. И как бы все, пора на пенсию. Уважаемые зрители нашего канала, представляем вам нашего партнера, нашего пациента. Это человека, который максимально заинтересован в наших технологиях и решил буквально из нас, Виктором Владимировичем, вытрясти душу и разобраться, откуда же берется человеческая энергия, как ее поддерживать, как ее развивать. И вот мы решили провести серию интервью, чтобы таким людям дать возможность понять главное. А главное это в чем состоит? В том, что совершенно не обязательно нужны какие-то изнурительные диеты или физические нагрузки, или жесткие ограничения для того, чтобы чувствовать себя активно, бодро, продуктивно. И самое главное добиваться поставленных целей и задач, сбывать мечты и не только свои, а еще и своих близких. Поэтому Морозов Валерий Владимирович просим любить и жаловать. Ну и давайте, собственно, перейдем к вашим вопросам. Давайте разберем тему, как везет себя человек, которого не хватает энергии. Ну, хотя бы вот несколько важных таких фактов. Очень трудный подъем по утрам. Человек даже не хочет вставать с постели, думает как бы еще полежать, поваляться. Причем это не относится к тем, кто не спал ночью, там по какой-то причине. А те, у кого была возможность выспаться, находился в постели, имел возможность спать. Другой вопрос, там была бессонница или нет, но это тоже как бы является таким фактом, который влияет на количество энергии. То есть первый важный факт, трудный подъем по утрам. Есть люди, которые много спят, но они все равно не могут нормально проснуться утром. Можно ли сюда добавить то, что это люди, которые утром просыпаются и еще продолжают дальше спать, и у них еще более разбитое состояние после этого? Да, да, они досыпают, как правило, в транспорте. Им кажется, вот пока я доеду, я еще немножко посплю, но это все равно неполноценный сон. И вот отсутствие энергии по утрам, это первый важный признак того, что общее количество энергии снижено, и нужно обязательно в этом разбираться. Отлично. Второй важный признак, да, допустим, ну как-то человек проснулся, двигается, чем-то занимается, чувство усталости после первого приема пищи. Первый прием пищи имеется в виду, что это был завтрак, и этот завтрак прошел утром в период с 7 до 9 утра. Вот если после завтрака у человека отсутствие сил, и ему резко нужно там полежать, и желание ни с кем не общаться, то это тоже важнейший признак того, что недостаточно энергии, и нужно серьезно задуматься и поискать причину, чтобы разобраться, потому что это может быть причина находиться глубоко и развиваться даже могут онкологические заболевания таким образом, поэтому здесь копать нужно серьезно. Следующая причина, следующий признак того, что недостаточно энергии, вот относительно такая замкнутость. И когда, то есть это не является его повседневной такой привычкой, с которой там живет человек, все говорят, да лучше его не трогать. Нет. Это что-то новое в поведении человека, которое появляется, и связано с нежеланием общаться, с желанием минимизировать все контакты. Такое ощущение, как будто бы и человек замыкается, и его нервная система как бы замыкается, и избегает общения, обучения. И человек себя ограничивает в семье, ограничивает контакты на работе, если он работает. То есть это тоже является таким признаком. А если к нему обращаешься с какими-то просьбами или предложениями, он иногда даже агрессивно отвечает, нервничает. Вот такая повышенная нервная возбудимость. Это тоже является признаком снижения количества энергии. И здесь тоже, конечно, обязательно нужно разбираться, в чем дело. Эти все причины, они приходят с возрастом, например, после 30, это нормально, что ты устаешь. Или же все-таки это проблемы со здоровьем, и на это пора обратить внимание. Ну, я хочу сказать, что люди в солидном возрасте и люди в преклонном возрасте, достаточно много таких людей, которые радостно встают по утрам, у них есть желание что-то делать, и даже раньше будильника встают. И это не является признаком возраста, а это является признаком того, что в организме развивается что-то не так. Что-то происходит не то. Поэтому можно сказать смело, что людям в любом возрасте можно с этим разбираться, и нужно с этим разбираться, и помочь можно человеку в любом возрасте исправить эту ситуацию. Все, что мы сейчас проговорили, мне очень знакомо, и я через это проходил. Но я думал, что вся проблема связана с тем, что я просто переработал. И это так называемое выгорание. Сейчас очень модно об этом говорить. И я начал ходить к разным психологам и найти ту самую причину, что же со мной не так, почему я в какой-то момент был с заряженными глазами, а потом мои глазки потухли. И, соответственно, мне подходили и говорили, а что с тобой не так, куда твоя энергия пропала. И я ходил с запросом к психологу, говорю, вот мне такая обратная связь от моего окружения, что энергия куда-то, горящие глаза делись, давай найдем. Я даже слышала, что поговаривали, что Морозов стал не тот. Вот, да, вот, и как бы все, пора на пенсию. И я ходил с этим запросом, и мы прорабатывали психологами папу-маму, мы вспоминали, что меня зажигает, какие хобби я люблю и так далее. Я с психологией работал на протяжении нескольких лет, потому что, ну, раз я уже много изучаю, много себя прокачиваю, и, ну, я не, ну, во мне не могло возникнуть какого-то вопроса о том, что у меня со здоровьем что-то не так, потому что, ну, вроде как и спортсмены и так далее. Не загорались глаза после психотерапии. Да, оно, точнее, оно давало очень кратковременный эффект. То есть, это после психотерапии, там, на 2 часа ты загоришься, или до завтрашнего дня, ты весь утром просыпаешься, а потом, опа, и снова. Ну, и можно сидеть на игле этой психотерапии, и в итоге я на ней тоже посидел, но всё равно вот это вот состояние качель, оно всё равно было. И для того, чтобы себя разогнать, надо было ещё больше энергии тратить. Или же, когда я мог в какой-то момент собраться и выдать много энергии, но потом я чувствовал себя просто выжатый, как лимон, мне хотелось просто вот как уехать куда-нибудь подальше от людей, просто не трогать. Упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца. Да, в общем, просто как-то вот побыть наедине с собой. Вот, и я знаю, что большинство моих коллег, предпринимателей, они даже подумать не могут, что у них что-то не так со здоровьем. Потому что, ну как, молодой, заряженный, ну как бы вроде всё равно. А проверить, так или не так со здоровьем? Вот, а проверить так или не так со здоровьем, ну что, вроде нормально, не болею. Ну, вроде как бы не кашляю, ничего нигде не болит. К врачу просто так не пойдёшь. Ну, как бы, а что эти врачи-менеджеры по продажам? Только таблетки тебе продадут, и всё. Соответственно, доверие к врачам в своё время очень сильно было потеряно. Потому что, как раз, я помню, зашёл в одну клинику, и там было написано «лучший врач». И меня отправляют к этому лучшему врачу. Я такой думаю, круто, мне сейчас помогут. Ну, и я выхожу с рецептом на 12 тысяч рублей. И я понимаю, что это не тот приём, который я хотел. Потому что всё наше общение было сведено к тому, что, короче, пей вот эти таблетки, всё будет нормально. Ну вот. Пили? Нет, я выбросил этот рецепт, и после этого у меня просто пропало желание ходить по врачам. И я начал искать методы альтернативной какой-то медицины. Соответственно, нашёл пиявки, иголки. Но это всё равно даёт недолгосрочный эффект. И я всё равно становлюсь как будто от этого зависимым. И мне хотелось найти какую-то систему, которая реально поможет постоянно быть в энергии. И не нужно ездить куда-нибудь за 3-9 демель для того, чтобы быть в ресурсе. А что-нибудь такое простое, дайте мне волшебную таблетку, на которой нажать, и, короче, я хоп и здоров. С одной стороны, звучит сказочно, а с другой стороны, вот как раз я от вас и получил вот эти вот волшебную таблетку. Точнее, это набор упражнений, которые помогли включить мою центральную систему. И так, чтобы я начал чувствовать себя снова заряженным. И чтобы и после этих упражнений, что самое интересное, мне начала поступать обратная связь. Что я снова вижу того самого Валерия Морозова, который заряженный, энергичный и так далее. Вот. И вот сегодня хочется, чтобы вы поделились, почему вот эти вот обычные методы, которые сейчас распиарены, там, психология и так далее, не работает. А работает именно работа с внутренним состоянием. Вот. Потому что у нас в прошлом интервью, точнее, работа со своей центральной системой. Потому что в прошлом интервью с Виктором Лазиленовичем мы подвели к тому, что если ты уже вот устаешь и к так называемому выгоранию, значит, тебе срочно пора заняться своим здоровьем. Вот. И хотелось бы как раз сегодня поговорить с вами вот в эту сторону, что необходимо, а точнее, почему возникает вот эта вот проблема с выгоранием, почему вот эти вот разовые моменты не работают. Поделитесь, пожалуйста. Ну, как говорил уже Виктор Лазиленович в предыдущем интервью, буквально на вскрытии, это все изучалось, и главный вывод о том, что истощаются внутренние органы. То есть это не только центральная нейросистема? Да. Они же не просто так истощаются. То есть истощаются почему? Потому что истощается нервная система. Потому что орган не получает качественный нервный сигнал электрический от головного мозга. То есть не кровь, как обычно говорят, и плохая кровь, значит, не питается орган, и, соответственно, ему плохо. А в первую очередь это связь мозга с определенным органом. Это и связь мозга с определенным органом, это и нарушение кровообращения. А кровообращение — это сосуды. А сосуды, кто управляет сосудами или что управляет сосудами? Наш головной мозг точно так же электрическими сигналами управляет нашими сосудами при помощи электрических сигналов. Таким образом получается, что у нас нарушается связь между внутренними органами и нашим мозгом. И это физическая проблема, это проблема нашего здоровья. Поэтому мы всегда говорим о том, что если снижена энергия, человек испытывает постоянную усталость, раздражительность, нелюдимый, ничего не хочет делать, нужно в этом разбираться. Где нарушились эти связи? Где нарушились электрические связи? И вот то, что вы говорите, пошел туда, пошел в одно место, пошел там, полечился в другом месте. Вы мне еще рассказывали, сейчас просто не упомянули, что еще там всякие хитрые диеты у вас были. И много, много чего пройдено. Почему это не принесло результат? Да потому что не восстанавливались органы, потому что не восстанавливались нервные связи. Мы работали с определенным органом, но не работали над связи. Большой вопрос, работали ли вы с органом. Это тоже большой вопрос. Потому что не восстанавливая нервную связь, отдельно от мозга орган восстановить невозможно. И почему ваши все походы не имели вот такого достоверного результата, вот такой независимости, уверенности, ощущения, что вот я вернулся в себя наконец-то. Потому что технологии, которыми вы пользовались, их стратегия была направлена на приспособление к болезни, приспособление к нарушениям. И вот есть такое в медицине понятие, вот перевели из острой стадии в состояние ремиссии, заболевания. То есть означает, что мы вот эту ту злую собаку, которая называется болезнью, мы взяли ее, побили и загнали в будку. И в будке она сидит, выглядывает, показывает свои зубы, но из будки пока она боится выйти. Но отгадайте, что будет, когда пройдет какое-то время и собака наберет сил. А мы эту собаку все время там палками в будку загоняем, там еще что-то там такое придумываем. Понимаете, что такое ремиссия? Это не излечение. Соответственно, потеря... Восстанавливая нервные связи, мы восстанавливаем работу внутренних органов. И именно этот подход дает хороший достоверный результат. То есть это по факту не приспособление, а сам процесс излечения, сам процесс восстановления. Поэтому мы себя называем врачами восстановительной медицины. Что такое врач восстановительной медицины? Да, это целая серия врачебных специальностей. Нужно изучить не одну медицинскую специальность, чтобы называть себя врачом восстановительной медицины. Вот в том смысле полноценного восстановления внутренних органов и нервных связей. То, о чем мы сейчас говорим. Достоверное улучшение состояния, когда человек автономно, независимо ни от кого, может поддерживать свою энергию, не просто поддерживать, а еще развивать. И добиваться, соответственно, своих результатов, поставленных целей, задач. То есть, в первую очередь, лечение хронической усталости, оно лечится именно работой с восстановлением нервных связей в организме. Совершенно верно. Оно всегда связано с нарушением внутренних органов. Давайте теперь более подробно поясните, как это связано. Потому что до этого я вообще не думал о том, что надо восстанавливать нервную клетку. Потому что есть такое предложение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, и зачем их восстанавливать? А вы говорите, что их можно восстанавливать. И вуаля, да? Зачем вообще об этом говорить? Да, так вот. Если они восстанавливаются, мне нужно понять процесс. Как связано мое выгорание с внутренними органами? Выгорание внутренних органов. Потому что для меня это абсолютно разное. Абстракция какая-то, да? Есть, понятно, мозги. И там есть нервные клетки. Они там, говорят, не восстанавливаются. А вы мне еще сейчас говорите про какие-то органы. Как вообще это связано? То есть, получается, у меня мозг сильно напряжен, из-за этого у меня напрягаются абсолютно все органы. Так получается? Или как? Напрягается весь организм. Но определенные органы напрягаются больше всего. Ну вот какой орган больше всего напрягается в случае постоянных переработок и вот этого вот выгорания? У всех по-разному. Но хочу сказать, что помните, когда вы к нам обратились, мы вам что сказали? Мне сказали. Пойдите, сдайте такой анализ, проведите такое исследование. И там ничего лишнего не было. И в том анализе, и в том исследовании мы увидели причину того, что с вами произошло. А куда мы вас направили? Что исследовать? Что изучать? Помните? По-моему, это была печень. Совершенно верно. Мы вас попросили выполнить биохимический анализ крови, развернутый, и выполнить исследование органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря. Ну вот в таком комплекте достаточно редко и даже специалисты-гастроэнтерологи назначают исследование. И вот мы сталкивались, когда мы людей направляем именно вот такое исследование выполнить, ну комплексное, то в большинстве случаев они приходят, а у нас такого не делают, а у нас такого не делают. Хотя есть даже разработанные медицинские стандарты. Определение функции желчного пузыря. Как только мы это определяем, ну и там остальное, то, что вас попросили, чётко ясно становится понятно, почему у вас такое состояние. Да, у меня на самом деле очень большие вопросы возникли, потому что я не пью, не курю. Какие вопросы с печенью? Я вообще спортсмен. И я очень сильно был удивлён, когда мне сказали, что надо смотреть с печенью. Как вообще такое может быть? Я не пью, не курю. Я спортсмен. Почему какой-то там алкоголик здоровее, чем я? А вот вы сами истощили свои ресурсы настолько, что стали нездоровы. То есть вы нагружали свой организм больше того, чем он может выдержать. Вот нагрузки психоэмоциональной, интеллектуальной, мозговой. То есть наш мозг – это самый энергоёмкий орган. И он расходует большое количество энергии. Если его постоянно нагружать, не иметь определённого регламента, и, я не знаю, стоп-крана, или как выразиться, в этих нагрузках, то, конечно, со временем к выгоранию это и не только вас приводит. И сейчас очень много людей, которые развиваются в тех сфере, в IT сфере, и вот с подобными жалобами на то, что повышен билирубин, на то, что повышен холестерин, на то, что имеется изменение в желчном пузыре, в желчных протоках, дискинезия желчевыводящих путей. Вот в большом количестве к нам молодые люди обращаются с этими вопросами. Я правильно понимаю, что сейчас болезни стали молодеть. Я бы сказала, что определённые болезни стали молодеть. Ну, не все на свете. Но то, что связано с обработкой большого количества информации, то, что связано с предпринимательской деятельностью, когда человек 24 на 7 вот в этом живёт и решает задачи. Я думаю, это с руководящими деятельность. С руководящим, да, составом, когда большие психоэмоциональные нагрузки, ответственность. Ну, сюда же перфекционисты, отличники, у которых там всё красные дипломы, всё, они по-другому жить не могут. Вот. Знаем мы таких. Вот, собственно, нарушение гепатобилиарной системы, то есть нарушение в системе печени, желчного пузыря, желчевыводящих протоков. И хотим сказать, что удаление желчного пузыря у таких людей это, к сожалению, вопрос времени. То есть, всем трудоголикам посвящается печень вам передаёт привет. Желчный пузырь молит о помощи. Да. Вот. А нервная система нервно курит в сторонке. Она не просто нервно курит в сторонке, а она неименуемо разрушается. Тяна Владимировна, ну, а где же тот предел? Вроде у нас внутри предпринимательского круга принято, но пока есть силы, делай. Фигачишь. Да, делай максимум, делай, что ты способен, заяви о себе, покажи результат. Когда надо вовремя остановиться-то? Или когда, в какой момент почувствовать предел, всё, пора тормозить? Ну, тут как бы вопрос на две части можно разделить. С одной стороны, какие признаки говорят о пределе? Вот мы эти три признака с вами разобрали. Вначале тестирования. Когда вы начинаете огрызаться на простые вопросы ваших близких, это вообще, это надо прям задуматься, когда вы тяжело поднимаетесь по утрам или вот лишняя минута, проведённая утром в постели, для вас счастье и благо, которое необходимо, и вот усталость сразу после первого приёма пищи. Вот эти признаки, они как раз являются прям вот таким колоколом. Это даже не просто признаки, а это колокол. Ну, многие даже этого не замечают, хочу сказать. Что вот, задача поставлена, нужно выполнить, несмотря ни на что. Столько людей здесь замешано, значит, кредиты взяли, там что-то ещё такое, дедлайнов понабрали. Ой, надо как-то это всё, могу-не могу, нужно вывести. Вывез, и потом Бобик сдох. Сил нет, начинается головокружение, начинаются панические атаки, а панические атаки это что? Это сигнал мозга, СОС, надо чего-то срочно делать, что-то надо срочно делать, так жить дальше нельзя. Кстати, хочу поделиться тем, что я тоже впервые в жизни испытал паническую атаку, это чувство, когда, вот вспомните, в вашей жизни вы чего-то очень сильно боялись, вы очень сильно испугались, вот, и потом, наверное, это чувство прошло, а вот представьте, это чувство не проходит, вот оно пришло, и вы не знаете, что делать, и вас просто вот колбасит, это чувство тревоги на 100 из 100, и вот это вот чувство, панические, вот это есть паническая атака, и все самое интересное, что я, когда позвонил Татьяну Владимировну, и говорю, там, спасайте, потому что, ну, кукуха едет, что-то надо делать, мне как раз, они вместе с Виктором Владиленовичем разработали серию упражнений, которые помогли мне, помогли мне вернуться в нормальное состояние, и мы договорились с Татьяной Владимировной, что проведем серию скорой помощи онлайн, для таких, как я, для предпринимателей, для руководителей, да и в целом, для обычных людей, кому сейчас нужна помощь, кто чувствует себя, что началось выгорание, или какая-то вот излишняя раздражительность, что для вас будут подобраны индивидуальные упражнения, для того, чтобы попасть на эту бесплатную консультацию, где вам помогут, и подберут вот эти вот индивидуальные упражнения, как были подробно для меня, в течение эфира будут озвучены 5 цифр, которые вам нужно будет собрать в одно число, и ввести его под этим видео, будет Telegram-бот, ввести эти цифры, и, соответственно, вы сможете попасть бесплатно на эту скорую помощь онлайн. Поэтому первая цифра, которую вам необходимо будет ввести, это цифра 4. Татьяна Владимировна, поделитесь, пожалуйста, вот каким образом вообще эти упражнения подбираются под определенного пациента? Каким образом подбираются? Все мы разные. Когда человек работает много, испытывает перегрузки, то у одного человека страдает одна система, например, вы знаете синдром усталых глаз, у кого-то нарушение фокусировки, у кого-то глаза красные, у кого-то ощущение песка, и, в общем-то, у кого-то сухость глаз, у кого-то, наоборот, слезотечение, то есть устали глаза у всех, но у всех это проявляется по-разному. Точно так же и с внутренними органами. Каждый человек рождается, и с момента рождения уже у него заложен определенный механизм обмена веществ, который его отличает от других людей. И Виктор Владимирович разработал технологию, которая способна определить это самое слабое звено в организме. Как это понять? Различные органы связаны с головным мозгом, нервными связями. Когда нервные связи в порядке, мозг управляет органами, правильные сигналы им подает, орган отвечает также по этим же электрическим сигналам, у меня все в порядке, все, человек здоров, все хорошо, все замечательно. Но если вот такие пиковые нагрузки, и какая-то слабая система, или одна, или несколько, может выходить из строя, и нарушается обмен, и человек приходит в такое состояние, когда, как вы говорите, или панические атаки, или вообще сознание теряют, есть такое выражение, сгорел на работе. Инфаркт, инсульт, это все из-за этого разряда. И Виктор Владимирович разработал технологию, которая позволяет выявить это слабое звено и направить усилия на восстановление данной конкретной нервной связи. А мы доказали, что нервные клетки, нервные связи могут восстанавливаться. И большое количество исследований проведено, и с этими исследованиями можно ознакомиться. И не только мы проводили, а еще сторонние организации, которым было вообще непонятно, и в других странах как-то так упражнения делаешь, какие-то простые вещи делаешь, а все восстанавливается, здоровье восстанавливается, такого быть не может. Даже после проведенных операций на позвоночнике восстанавливаются нервные связи. Как так? Почему? Начали исследовать, и вот большое количество публикаций уже вышло. Нам важен факт того, что нервные связи восстанавливаются, и человек сам способен, выполняя алгоритм правильных действий, восстанавливать эти нервные связи. Вот, собственно, что произошло с вами. Почему вы теперь владеете этой технологией? Почему теперь каждый день ваше самочувствие улучшается, и вы все увереннее и увереннее чувствуете себя? И до такой степени, что решили, вот я теперь хочу помочь и всем остальным. Кого знаю, предприниматели, кто испытывает вот такие повышенные нагрузки. Вот, давайте, присоединяйтесь. И, собственно, именно Валерий Морозов был инициатором скорой помощи онлайн. Давайте такое сделаем, давайте такое организуем. Ведь это чудо, которое объяснить пока невозможно, но оно так феноменально работает. И окажем помощь большому количеству людей. Но мы с Виктором Владимировичем прикинули, какой-то ресурс для этого у нас есть. Мы можем себе позволить определенное количество консультаций провести. И даже обучили уже целый пул специалистов у нас есть, которые помогают людям оказывать помощь. То есть, по факту, как это организовано, мы определяем с Виктором Владимировичем, у нас есть алгоритм, самое слабое звено. Да, конечно же, мы вначале изучаем ситуацию, человек присылает анкету, мы задаем там определенные вопросы, это совсем недолго заполняется, там буквально 3-5 минут. И изучая анкету, мы определяем это слабое звено. Подбираем комплекс упражнений, поскольку это скорая помощь, там они такие коротенькие, но 2-3 минуты от силы занимает это упражнение. И в процессе самого выполнения этих упражнений человек получает облегчение. Как фиксировать эти изменения, как понимать, что такие изменения происходят. Есть специалист, который вместе с данным конкретным человеком выполняет этот комплекс. Вот поначалу, как мы с вами выполняли его онлайн, и вы удивлялись, вот такой серый был цвет лица у Валеры, круги синие под глазами, и, в общем-то, выполняя это все, лицо начинало наполняться вообще человеческим румянцем, синие круги проходили. Когда я спрашивала, ну как дела, Валера такой морозов, замороженный сидел, да, я не понял, ну что-то происходит. Вот это обычная вот такая реакция. Ну и теперь мы имеем возможность помочь вам, уважаемые друзья. Поэтому не пропускайте в нашем видео цифры кода. Если вы будете вводить правильные цифры кода, вы получите совершенно бесплатно. Пока это совершенно бесплатно. Это вот наше душевное движение и большое желание вам помочь. Такую скорую помощь онлайн. Да, следующая цифра, это цифра 7. И действительно, когда я делаю эти упражнения, прям, знаете, в прямом эфире, как в, знаете, в фильмах показывают, там, прибежали волшебные муравьи и починили там человека. Вот я чувствовал, что у меня здесь, как будто что-то соединяется, прям внутри. Я прям чувствовал, что как будто два полушария у меня снова в сцепке работает. Это очень такое удивительное чувство. Просто вот что-то вот начало у меня внутри шевелиться. Вот. И хоп. И у меня сразу прям яркий свет. У меня как будто зрение лучше стало. То есть это вот очень такое интересное чувство. И еще, знаете, что очень важно и почему вот скорая помощь онлайн у каждого упражнения абсолютно свое. Потому что сначала как бы мне дали одни упражнения, вот, но уровень тревоги был настолько высок, о том, что я не смог их делать. То есть у меня... Тело не воспринимало. Да, у меня просто тело отказывалось. Меня начинало еще больше колбасить. Я такой думал, да ну вообще нафиг. И думаю, не буду делать. А потом Татьяна Владимировна говорит, ну что, как там дела? Что-то как-то не видишь, не видно по тебе, что у тебя сработало. Я говорю, нет. Она говорит, что ты сразу не сказал. И вот под меня... Не замалчивайте, пожалуйста. Пишите в анкете все подробно. Свои жалобы описывайте подробно. Чтобы все было именно по вашим жалобам правильно. Мы могли составить комплекс для вас. Да, если, например, упражнение изначально там не подходит, вот как раз под меня разработали другие упражнения, которые сделали просто феноменальный эффект. Я не знаю, что это. Вроде бы это простое упражнение, которое может сделать там, не знаю, Абсолютно любой человек. Да, либо там 80-90 лет. У нас я вот общался с клиентами, которым по 90 лет. Они говорят, да я себя начал чувствовать как в 40 после этих упражнений. Я вот сначала, когда это все слушал, я не верил, пока сам не сделал эти упражнения и понял, что это действительно очень круто работает. Поэтому найдете ли вы 5 минут в день для того, чтобы восстановить свой ресурс и чувствовать максимально энергичное? Я думаю, это глупый вопрос, это каждый найдет, чтобы существует два типа людей. Вот представьте, энергичный, заряженный, улыбающийся, радостный предприниматель и человек, который грустный, печальный, нет энергии. Кому отнесут деньги? Ну, вопрос риторический. Соответственно, покупает у красивых и энергичных. Вот, хотите быть карсимергичным, 5 минут в день, но с одной стороны это какая-то волшебная пилюля, но с другой стороны, наверное, это чудо, что вот семья Картавенко для нас это с вами разработала, это такой подарок в мир и я очень хочу, чтобы абсолютно каждый об этом узнал. Если бы, не знаю, вы себя чувствуете прекрасно, но у вас есть друг или подруга, которая сейчас в упадке, отправьте им это видео или там запишите их на консультацию, чтобы они пришли и воспользовались вот этими знаниями, которые пока еще доступны. Давайте поговорим на тему модных всяких способов, как поднять энергию. Ну, самый простой это выпить энергетика. Пили энергетики? Пил энергетики. А что потом было? Ну, мне немножко слева побаливало. Немножко это так слабо сказано, да? Да, мне постреливало слева внизу. Побаливало, постреливало так. В общем, сначала пил был нормальный, но когда много энергетиков пьешь, что-то вот начинается не то с организма. Я, наверное, как-то, я испугался, просто перестал пить. Вот как вообще влияют энергетики на наш организм и стоит ли вообще их пить? Как влияют энергетики? Ну, вот представьте, у вас нет средств, но вы хотите какое-то, получить удовольствие от жизни, то, которого вы еще не заработали. Понятно. То есть, идем берем кредит? Вы берете, там, кредит, или там в долг. Так вот, вы берете в долг у своей будущей жизни. Вы отбираете ресурс своей будущей жизни и получаете его сейчас. Угу. Когда вы получаете... Процентами. Отдавать потом нужно с большущими процентами. Если она сейчас выпила энергетику и на этом плюс четыре часа, то минус восемь часов, то вы себя забрали? Гораздо больше. Гораздо больше. Почему? Потому что вы эксплуатируете в повышенном режиме, не в номинальном режиме свои внутренние органы и помните, слабое звено, слабое звено. Вот то, что вы говорите слева, слабое звено, состояние поджелудочной железы. Вот то, что побаливала, постреливала и так себя проявляла. Вот получается, какая ситуация. И нарушаются параметры обмена, обмена веществ. Поэтому вы не можете этими параметрами обмена от своего организма получить достаточное количество энергии для жизни. Чем больше энергетиков, тем меньше энергии потом. А что насчет всяких зеленых чаев и вот всяких волшебных травах, которые ускоряются? Например, саганделя, вот эта модная травка, которую попьешь, и типа энергия появляется. Есть разные травки, которые обладают разными эффектами. Но хочу сказать, есть, например, желчегонные травы. И некоторые люди понимают, что создание желчегонного эффекта дает дополнительную энергию. Да, ну когда это выполняется в определенном регламенте, все хорошо, но человек же это же такое существо, что дальше больше все время хочется, возрастают потребности. Сегодня получил какое-то количество энергии, ага, завтра хочу больше, послезавтра хочу больше. Ну вот сказка о золотой рыбке. Ну и помните, да, чем золотая рыбка, как это... Солтане, по-моему, или Солтане, как она называлась? Ну, разбитого корыта, да, старуха с вот все возрастающими потребностями, которая так себя вела, вот оказалась. В нашем случае корыта это здоровье. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому все имеет свои законы, все имеет свой регламент. Да, и есть такие законы, которые позволяют настолько восстанавливать нервные связи, что в следующий раз от своего организма можно попросить чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше, чуть-чуть больше. Ну, существуют, действительно, правила и законы, которые здесь работают. Мы их достаточно много изучали и продолжаем такие исследования. И можно констатировать тот факт, что нервные связи могут восстанавливаться до уровня нормы, а могут развивать свои показатели выше уровня нормы. И тогда мы имеем достижения в науке, произведения искусства. Например, вот спортсмены, с которыми работал Виктор Владиленович, ну, всемирно известен Валерий, господи, Василий Алексеев, олимпийский, двукратный олимпийский чемпион мира по поднятию тяжестей. И, кстати, его рекорд в троеборье до сих пор никто не смог победить. То есть, можно сказать, что Виктор Владиленович помог человеку стать самым сильным человеком в мире. Короче, ваша схема, вы делаете иксменов, вы сверхлюдей делаете благодаря вашей технологии. Ну, можно выразиться так. Да, вопрос здесь, вопрос дисциплины и вопрос своевременного выполнения несложных действий. Если все это выполняется, все возможно. Пока каких-то жестких границ, до какого уровня можно дойти, мы пока не видим. Это, на самом деле, есть такой фильм «Область тьмы», где человек съел волшебную таблетку и у него сразу зрение улучшилось, слух и все-все-все. Но это фильмы. А тут у нас получается реальность. То есть у нас реально начинает все эффективнее работать, потому что с помощью этих упражнений мы начинаем укреплять нервные связи. А чем сильнее наши нервные связи, так как цепочка, если представить, чем сильнее цепочка, тем сложнее разорвать, соответственно, тем сильнее, быстрее передаются сигналы без потерь и тем самым организм более эффективен. Совершенно верно. То есть правду говорят, что мы по факту используем свой мозг процентов на 3, процентов на 3, потому что если бы, например, вот это вот развивать, то мы сможем быть гораздо эффективнее во всем. Совершенно верно. Будет больше концентрации, больше внимания, эффективные действия, не будет каких-то переживаний, мы не будем отвлекаться, мы не будем создавать имитацию бурной деятельности, а будут действительно быстрые результаты благодаря этой системе. все так. Но вы это прожили на своем примере, поэтому вы так уверенно об этом говорите. Каждый из вас, уважаемые зрители, вы можете убедиться в этом сами, обратившись к нам по поводу скорой помощи онлайн. Нужно собрать цифры кода, которые произносятся в этом видео. Внизу здесь ссылочка, перейти в телеграм-канал, ввести верные цифры кода, то есть, если вы неверные цифры введете, система просто не сработает. Вводите верные цифры кода в телеграм-боте, и с вами связывается менеджер службы заботы, и помогает вам в дальнейших шагах, как получить такую скорую помощь онлайн. По факту нужно будет заполнить небольшую анкету, потому что для каждого участника эти упражнения разрабатываются персонально. И выполняя их вместе с нашим специалистом, вы сами сможете убедиться, как это работает, как это влияет на зрение, как это влияет на вашу энергию, как это влияет на ваше настроение, на ваш сердечный ритм, на чистоту дыхания. Там много параметров, которые изменяются буквально за минуты. Пожалуйста, вводите правильный код и получайте скорую помощь. Да, и третья цифра это ноль. И важный момент, что вам нужно будет ввести пятизначный код, а именно нужно посмотреть это видео от начала до конца и собрать верную комбинацию. Татьяна Владимировна, что бывает нервные связи и приводит к выгоранию? К выгоранию приводит неноминальный режим эксплуатации человека, самого себя. То есть это не важно, это может быть перегрузки в работе, правильно? Любые экстремальные условия. Вот диссертация Виктора Владимировича, адаптация человека в экстремальных условиях. Вот предпринимательские нагрузки круглосуточные, это всегда экстремальные условия для организма. Есть ли какие-то проблемы в семье? Конечно. Эмоциональные перегрузки, психоэмоциональные перегрузки, переохлаждение или наоборот слишком жаркий климат и человек плохо это переносит, непереносимость продуктов питания, непереносимость каких-то обстоятельств жизни, то есть нагрузки сверх того, что может выдержать организм человека, данного конкретного человека, это все что угодно может быть. Их спортсменам это тоже относится. К спортсменам это относится в первую очередь, потому что они в экстремальном режиме существуют, иначе они же не могут показывать вот именно эти достижения, спортивные рекорды, то есть они каждый раз превозмогают себя, и тренеры внимательно следят за их нагрузками, чтобы они не сорвались, не сошлись с дистанции и так далее. Окей, значит, первое, это делать что-то чересчур нагрузки. Что-то еще? Все, что чересчур. Чересчур нагрузки, чересчур эмоции, чересчур физическая активность. Давайте разберем, что значит чересчур эмоции. Наш человеческий организм может выдерживать ну, как электрический провод. определенное количество напряжения, да, через этот провод может проходить, там сверх, если напряжение, то что, там проводом он сгорает, короткое замыкание и так далее, там вещи происходят. Также и человеческий организм, он рассчитан на переживание определенного количества эмоций. Вот известен феномен, когда люди испытывают ощущение тревожности достаточно длительное время. Да, оно может быть связано с нарушением психики, с нарушением заболевания такие специфические, но тем не менее люди, которые лечатся вот в таких лечебных учреждениях очень часто и очень быстро у них развиваются, например, онкологические заболевания. Это общеизвестный такой медицине факт. То есть эмоции чересчур вызывают нарушение работы внутренних органов и вот ситуация вплоть до тотальной развивается. А что в этом случае сделать? Что делать? Либо соответственно начинают пить таблетки, которые психотерапевт назначил. Но это просто тормоз, тормоз эмоций. Тормоз эмоций, но ведь в целом ситуация не изменяется. Что тогда делать? Представим болезненная ситуация, мать-одиночка, вот она осталась одна, ей тяжело и соответственно высокий уровень подавленности и вот она в этом существует. Что и делать? Ну вот у нее сложилось. Становиться сверхчеловеком, суперматерью-одиночкой. То есть можно укреплять свои нервные связи, укреплять именно эти самые провода, которые могут пропускать эти нагрузки и выдерживать эти нагрузки. То есть делаете упражнение, начнет запускаться мозг и соответственно более... Механизм самовосстановления нервных связей. И начнутся правильные решения, найдутся правильные действия, мысли, что необходимо предпринять, чтобы решить эту ситуацию. Не только найдутся, но более того, хочу вам сказать, те люди, которые системно выполняют упражнения, у нас есть целые онлайн-курсы, когда человек ежедневно по 15 минут, там, в течение 30 дней, там, в течение 60 дней выполняет определенный регламент вот таких упражнений. И тогда что происходит? Человек, который был раньше в патовой ситуации, в тупиковой, безвыходной, вот вы же пришли к нам. ситуация какая была? Не очень. Безвыходная, вот давайте честно так скажем. Не знаю, что делать, не знаю, как жить, но жить надо, потому что дети, потому что там у кого-то другие какие-то обстоятельства, но как-то выжить надо. И человек начинает, когда заниматься, он восстанавливает нервные связи, стабилизируется нервная система, стабилизируется состояние внутренних органов, он становится более энергичным. И там, где раньше он не видел никакого решения, вот все, тупик, вот надо уйти из жизни, а уйти из жизни нельзя из-за обстоятельств. А когда он начинает заниматься, постепенно, постепенно, постепенно к нему возвращаются силы в начале, а потом он начинает видеть решение и даже не одно решение, он начинает видеть сразу несколько решений этой своей сложной ситуации и разрешает, и более того, начинает помогать такими упражнениями, это же вообще в семье можно выполнять. И у нас есть участники, которые выполняются своими мамами, папами пожилыми, есть участники, которые выполняются своими детками, которые часто болеют, есть, приходят в коллектив на работе, всем рассказывают, и они там целым отделом в определенное время выполняют упражнения, то есть есть разряд упражнений, их список может быть не такой большой, которые можно выполнять практически всем людям. А есть чисто индивидуальный подход, когда человек достаточно в сложной ситуации, вот уже уровень энергии упал, там, конечно, его надо вытаскивать, и здесь только индивидуальный подход крайне просто необходим. Вы сейчас проговорили о том, что можно коллективу, мне пришла гениальная идея, можно сажать отдел продаж, и все дружно перед работой делаем упражнения, и показатели продаж растут, это отличная идея. Это для отделов продаж, отделов, я не знаю, каких угодно, технических, тех людей, которые занимаются аналитикой, тех людей, которые занимаются принятием решений, те люди, от которых что-то там зависит результат всего коллектива. Пожалуйста, и к нам даже целые компании обращаются, вот, Сбербанк, например, рекламное агентство, вот, IT-компания, и мы с ними целым коллективом проводили такие занятия, и более того, люди становятся более добрыми, более сговорчивыми, быстрее, эффективнее, справляются со своей работой, начинают помогать товарищу ближнему, у них начинает более тесное общение, вот, не секрет, кто работает онлайн, все-таки коллективы разобщены, люди там, ну, не так уж чувствуют плечо, и понимают, что там кто-то может прийти на выручку, и так далее, а здесь получается, что и коллектив более тесным становится, вот, такой, сплоченной командой, и физические показатели каждого участника команды улучшаются, и в общем, результаты даже вот мы там 3-5 дней проводили, и уже даже за 3-5 дней ситуация в команде изменяется очень сильно, а обращается руководитель, и сам руководитель устал, и вся команда, ой, что-то мы так сильно притомились, ребята не справляются, что-то надо сделать, вот проводим, пожалуйста, есть такая возможность. Отлично, мы поговорили про чересчур физические нагрузки, чересчур эмоциональные нагрузки, дальше, чересчур интеллектуально, интеллектуально, еще что-то? Что может быть чересчур? чересчур есть такой феномен, часто путешествующие, я не знаю, люди, которые все время что-то там, жажда у них преодолевать расстояние, значит, видеть новые страны, там с ними что-то случается всегда, но тем не менее в следующий раз они там опять куда-то отправляются, значит, пересекают часовые пояса, то есть частая смена часовых поясов это тоже достаточно серьезная нагрузка для системы адаптации, она там в какой-то момент не выдерживает и даже Виктор Владимирович говорил, что есть даже профессиональные заболевания таких людей, потом, что это всегда связано с чем? Что меняется характер питания, режим питания, продукты, режим питьевой режим, состав воды, что немаловажно, к которому человек привыкает, то есть вот эти смены, 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 чего-то многого в привычном образе жизни и если это постоянно происходит, то это конечно на здоровье это всегда накладывает определенный отпечаток. Вот это вот чересчур путешествия, ну да, есть служебные обязанности, там фото корреспондентов, я не знаю, там телевидение, это кого-то, кто прям обязан, но хочу вам сказать, что вот приглашали на телевидение, на съемки, там съемки проводились, я там тоже демонстрировала упражнения, и я так смотрю, говорю, слушайте, у вас коллектив такой большой, у вас практически все молодые люди, а вот где же те опытные, которые вот как бы куда-то там всех ведут, специалисты и так далее, все-таки телевидение, канал серьезный, мне говорят, а вы знаете, у нас пожилые, возрастные, всем, кому там чуть-чуть там за 30, просто не выдерживают, просто не выдерживают нагрузки, вот вам это, пожалуйста, чересчур, вот еще одно, но таких чересчур может быть много, профессий у людей много, есть там список профессий, у которых развиваются профессиональные заболевания, вот это все чересчур. Кстати, вопрос про то, что если вот постоянный сидячий образ работы, вот что в этом случае делать, помогут ли эти упражнения? Валерий Владимирович Морозов, у вас сидячий образ работы, или вы как-то по-другому работаете? Ладно, не про меня. Ну так и ответьте на этот вопрос. Виктор Владимирович всегда любит так, вот я к нему прихожу с вопросом, ой, скажи мне пожалуйста, он так стоп, в каждом вопросе есть часть ответа, как бы ты сама ответила на этот вопрос. Вот, пожалуйста, яркий представитель сидячего образа работы. Конечно, конечно, это чересчур, чересчур сидеть это плохо, чересчур стоять это плохо, чересчур лежать это плохо. Что еще влияет на снижение уровня энергии помимо чересчур? я я сказала, вот если например рассматривать питание в целом, можно говорить, там есть полезные продукты, вредные продукты, там какая-то непереносимость, какая-то аллергия, какое-то что-то, но если рассматривать вообще питание в целом, я бы в этом направлении выделила одну главную вещь, которая очень сильно влияет на нашу энергию. Это даже не то, какой состав продуктов, а именно соблюдение целесообразности питания, именно соблюдение ритмов питания. Вот соблюдение ритмов питания, только лишь одно это дает возможность поддержания нормальных ритмов мозга, его работы, и тогда мозг сам выбирает и подбирает, какую ему там углеводину съесть, или какой белок, или какой жир, или какой что-то. Когда мозг здоров, организм здоров, он работает, мозг, по своему алгоритму, у него есть настройки первоначальные, то, с чем он приходит в мир, рождается, а эти настройки как раз направлены на то, чтобы поддерживать наше здоровье автоматически, и у него есть этот регламент. А когда мы насильно стараемся что-то в нашу жизнь ввести, то, что не соответствует очень сильно настройкам мозга, вот тогда заболевания развиваются. Например, кушать ночью, например, ложиться спать позднее, чем 23 часа. Вот эти простые вещи, но они разрушают организм гораздо быстрее, чем вообще все остальное. Почему нельзя кушать после 23? Святое время табу для желчи, для желчного пузыря и для печени. Это главные энергообразующие органы, которые печень производит желчь, желчный пузырь желчь накапливает, и вот эта желчно-пузырная желчь является самым большим сокровищем человечества вообще, потому что именно эта жидкость дает нам энергию. Да, куда там она дальше поступает, мы сейчас не будем подробно биохимию, но если у нас не хватает желчи, или у нас желчь некачественная, то человек будет тем самым вечно уставшим, вечно выгоревшим, больным, которого очень любят паразиты, которого очень любят вирусы, бактерии, то есть вот закон цивилизации такой. Если мы не даем возможности печени почистить кровь ночью, то есть что мы делаем, сигаем, прыгаем и не дай бог едим еще, то есть мы запускаем процесс пищеварения, а не процесс пищеварения должен быть запущен в этот момент, а это время биологической активности, опять же я повторяю, желчного пузыря, если нет желчного пузыря, там отчасти на себя берут роль желчной протоки, желчный пузырь удаляется, но сегмент головного мозга, который управляет желченокоплением, он никуда не девается, то есть нервные связи, все это есть, все это работает. Если мы не даем возможность печени почистить кровь, у нас ночью печень увеличивается значительно в размере, это ее функциональная особенность именно этого органа, а если мы чем-то заняты, или интеллектуальным трудом, или мы прыгаем на дискотеке, или там у нас еще какая-то другая активность, или мы не дай бог кушаем, то мы не даем нормально печени отработать. И что там утром встаем, как мы встаем утром, ну известно как, да? Не то, что сил нет, а вообще ничего нет. Вот это святое время, с 23 до 5 утра, когда мы по-любому должны спать, если даже бессонница, просто тупо находиться в постели в горизонтальном положении, чтобы дать печени почистить кровь, выработать желчь, желчному пузырю накопить желчь, и подготовить ее как сгусток энергии для завтрашнего дня. Если мы это не сделали, если мы это не обеспечили, мы украли у себя будущий день, а не только будущий и последствия, потому что эта цепочка дальше тянется, 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 человек вовремя утром не встал, значит, он не позавтракал, значит, та даже желчь, которая там кое-как накопилась, она не вышла, она в энергию организма не превратилась, и вот это смещение ритмов, когда человек только под вечер начинает очухиваться и ночью опять есть, то есть вот это замкнутый круг, из которого нужно обязательно выходить, и тогда у вас энергия будет, она всегда будет. Есть еще такое нарушение под названием дискинезия желчевыводящих протоков. Что такое? Это нарушение, когда желчные протоки не дают желчи возможности выйти в кишечник, и желчь не может работать. Из-за чего это происходит? А это как раз-таки происходит из-за различных вещей. Первый момент есть в разденной дискинезии, так называемой, человек родился и у него уже сразу такие нарушения и такие дети они как раз-таки часто болеющие дети, синдром раздраженного кишечника, болезнь крона, жильбера и так далее. Много различных нарушений вплоть до центральной нервной системы. Ваши упражнения они лечат, если это хроническая история или это то, что передалось от родителей? Лечат и более того, вам скажу, передается от родителей и приходят родители, приводят детей и эти родители приводят еще своих родителей, потому что это все вот так по цепочке передается. Да, конечно, с этим можно иметь дело, чем раньше, тем лучше, тем больше успех. Потому что я слышал, что болезнь Жильбера, она, например, не лечится, это уже передается поколение поколения, а получая с помощью этих упражнений это можно восстановить. Смотря какая стадия заболевания. Заболевания развиваются таким образом, что бывает и точка невозврата. Например, четвертая стадия онкологии, третья, четвертая, ну, вы же понимаете, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, они, кстати, тоже развиваются из-за дискинезии, по большому счету, если так рассматривать. Что такое дискинезия, еще раз? Дискинезия, дискинезия, дис, нарушение, кинезио, движение, нарушение движения желчи. Желочь в нашем организме должна двигаться. нарушение желчи происходит, нарушение движения желчи происходит потому что? Потому что могут так себя вести желчные протоки. Мы же говорим дискинезия желчевыводящих путей. То есть это трубочки, по которым желчь поступает, например, из желчного пузыря в кишечник. Откуда вот эта дискинезия берется, из-за чего она берется? Из-за чего она берется? Первый факт мы с вами поговорили наследственный. есть приобретенные, тяжело перенесенные инфекционные заболевания. Гепатит С. Любые виды гепатита, то есть если человек когда-то переболел гепатитом или на настоящий момент страдает этим заболеванием, то оно потом сказывается на всей его последующей жизни. Вот нужно иметь в виду, что потом всю жизнь нужно эту ситуацию контролировать, заниматься улучшением своего состояния, но это все возможно и есть технологии, когда это относительно несложно делать, добиться может быть этого уровня усилия потребуются значительные, но потом поддерживать это достаточно несложно бывает. И даже могу поделиться своей историей. Давайте. Интересно? Да. Ну вот давным-давно давным-давно будучи я еще тут молодым человеком почувствовала такие странные изменения, в общем-то было все хорошо, там все достигаторства, там все где-то золотые медали, где-то красные дипломы, все супер. И вот в какой-то один момент, а вы же знаете, остановиться сложно, там дальше достигаторство, что-то еще, да? И вот в один момент стали развиваться со мной такие вещи происходить, я же тогда не понимала, что это такое. Вот то, что вы говорите, вырубает, вырубает организм, ну вот вы говорите, у вас паническая атака, а у меня это развивалось по такому сценарию, начинала голова болеть, очень сильно началось буквально сдавливание, вот такое ощущение сдавливания, и начиналась работа желчи, все, жить невозможно, ничего невозможно, очень плохо, развивается высокая температура, если ничего не предпринимать, вот, ну и скорой помощи, скорой помощи, там как-то что-то помогало, что-то не помогало, и вот там наконец-то с какой-то там с десятой попытки скорая помощь такой укол, такую инъекцию делает, что именно воздействует на центральную нервную систему, мы с вами говорим, да, нервной связи, мозг прекращает вот эту аварийную ситуацию выброса желчи через рот, подключается значит алгоритм какой-то другой работы, но это такая очень небезопасная, очень опасная вещь, потому что ну последствия там могут быть совершенно различные, ну другого выхода просто нет, другого выхода нет, вот, и вот как-то это оккупируется состояние, и там если раньше это было раз в три месяца, потом это стало раз в два месяца, потом это стало каждый месяц, и в общем-то иногда даже два раза в месяц, и я стала задуматься, как я вообще жить-то буду, я, что, где я смогу работать, как я там смогу семью создать, как это что вообще будет, ну конечно поиски были везде, и медицина, и медицинские обучения, образования, ну выхода нет, нет выхода, конечно вообще тяжкие пришлось, и ой, и психологи, и психотерапевты, и психоневрологи, и костоправы, и бабушки, которые там на воске гадают, и там, значит, службы в церкви, и ну в общем, в общем много, много чего пройдено, возможного и невозможного, что существует только в мире, ну как-то выхода реального не было, была ниточка, вот, вот это скорая помощь, вот такая технология, все, чем закончится очередной приступ, никто не знал, вот, и тут вдруг я слышу, там, принимает профессор, значит, нарушение осанки у детей, что-то там, позвоночник, ну думаю, ну пойду сюда еще, ну я же везде и ищу это все, еще обращусь сюда, ну пришла, какой профессор, такой бравый военный стоит, вот такие плечи, вот такая вот борода, голос такой, как у батюшки, и говорит, ну хорошо, решим проблему, что правда, да правда, ну две недели, нормально, я такая, как решим, во-первых, как-то две недели, такое разве может быть, это вообще невозможно, я столько всего обошла, никто не может вообще нормальный диагноз поставить, какой-то достоверный, который бы там уверен был, ну и естественно, никаких методов лечения никто не назначает, которые бы привели к какому-то результату, а тут тебе странный какой-то профессор, такой, знаете, вот качок, профессор, ну ладно, профессор так профессор, вот, ну и что, там я прихожу, это там иголки, банки, воздействие на биологически активные точки, тоже какая-то странная, ну ладно, там неврология, там допустим, ну, тоже как-то, это вроде как-то сбоку это все к неврологии относится, если уж относится, вот, оказалось, рефлексотерапия, действительно, две недели прошло, а у меня приступа нет, и больше того, хочу сказать, как-то и настроение стало улучшаться, и самочувствие стало улучшаться, и энергии стало больше, да, пришло там время очередного проявления моего состояния, но оно как-то так, знаете, вскользь, и я уже знала, что делать, меня уже научили, Виктор Владимирович меня научил, как купировать вот такие-таки признаки, нужно делать вот такие-таки упражнения, вот такие-таки домашние физиопроцедуры, вот, вот сейчас курс лечения прошли, вот это нужно поддерживать, ну, и все, как все, ну, отправил меня, ну, и уходите, как уходите, а как я жить буду, хорошо будете жить, Вот, ну и конечно же, я была просто поражена тем, насколько это быстро, легко, вот просто вот играючи, какие-то там иголочки, что-то там ойкнул пару раз, все, уходите, вот что надо делать, хорошо. То есть просто механически доверяя профессионалу, делаешь то, что говорит профессионал, и действительно какие-то вообще нереальные результаты, вот такого в мире я еще не встречала никогда вообще, в принципе. Ну и конечно же, я задумалась, а почему людей так не лечат вообще все остальные доктора в мире? И я подумала, а почему бы мне самой не стать таким доктором? А почему бы мне не подучиться у Виктора Владиленовича, как он это делает, как он помогает людям? Ведь он мне помог, я же могу помочь всему человечеству, особенно когда стал развиваться интернет, и я просто его методы, приемы стала снимать, видео, мне это было интересно. И мы с Виктором Владимировичем объединили свои усилия, и мы стали близкими людьми, и вот уже очень много лет мы вдохновенно вместе двигаемся по этому пути. И на этом пути нам попадается много разных людей, которые нам помогают, и вообще совершенно бескорыстно помогают. И вот Валерий Морозов тоже решил подключиться к этому процессу, и с такими интересными инициативами стал к нам обращаться. Давайте сделаем это, давайте сделаем то. Ну, я надеюсь, что наши технологии таким образом будут еще больше развиваться, больше оказывать помощи вам, уважаемые зрители, и не только вам, а вашим близким, и вашим детям, и вашим родителям. Пожалуйста, милости просим, скорая помощь онлайн пока еще вам доступна. Четвертая цифра, которую необходимо ввести, это 7. Я хотел бы с вами поговорить о том, что вот мое окружение в возрасте где-то от 30 до 40, мы сейчас балуемся всякими новободными штучками, которые снижают стресс. Ну, например, одна из них это гвоздестояние, кто дольше всех простоит. Я признаю, что я не смог простоять больше двух секунд. Вообще не моя тема. Вот как вообще к этому относятся? Помогает ли это укреплять центральную нервную систему? Ну, хочу сказать, что методика, конечно, экстравагантная, и пришла она к нам, знаете, из какой страны, знаете, от каких людей. Нет. Ну, вы можете себе позволить жизнь йога? Нет. Вы предприниматель. Нет. Да? Вот вы сами ответили себе на вопрос, почему нет? Почему нет? Потому что это специальная методика для специальных людей, скажем так. Там, что там они, духовного просветления добиваются, но они же не предприниматели йоги, они себя занимаются, люди, которые занимаются самосовершенствованием. Они поднимают себя через тело. Да. Вот у них там есть такая технология. Человек, который и так перегружен, конечно, это может отвлечь и мозг несколько от ваших назойливых мыслей, там, не знаю, там, по поводу каких-то показателей, да, но это же не система. У йогов это система, достижение чего-то определенного, там, духовного, да. Но вы же совершенно в других условиях и другим занимаетесь. А почему нельзя это совместить? Вот это будет духовный миллионер, духовный предприниматель. Ну, может быть, среди всех предпринимателей и среди всех йогов такой там один найдется, да. Как вот графики строят, вот одно поле накладывается на другое, и у них там какой-то маленький сегмент пересечения. То есть я правильно понимаю, что вот гвоздями не заменить вот эти вот упражнения? Нервные связи гвоздями вы точно не восстановите. Ну, а что тогда восстановить? Ну, поразвлекайтесь вместе с коллективом, таких же предпринимателей, которым тоже что-то где-то надо, обменяйтесь мнениями. Может быть, кто-то из вас друг другу поможет, кто-то посоветует какого-то сотрудника. Ну, там все, ну, это поможет, да. Но нервные связи этим способом восстановить предпринимателю не получится. Помимо всего прочего, для мозга это крайне экстремальная ситуация. В экстремальных ситуациях мозг может вести себя по-разному. Это вот примерно то же самое, что скорая помощь приезжает и делает тяжелый укол, ставит тяжелый укол, который действует на центральную нервную систему. Вот сразу мозг ваш включает в ситуацию СОС и что-то быстро, суматошно делает. Сделать он может всякое. Вот там, где вы были с гвоздями, были какие-нибудь такие интересные реакции у людей? Не, я это... Слезы, недержание мочи, истерика. Ну, вот я просто так чуть-чуть вам так намекнула. Может многое быть. И как это влияет дальше на ЦНС? Вы создаете стрессовую ситуацию. Вы забираете ресурс адаптации мозга на решение экстренной ситуации этой. Вот все. Если это не в какой-то определенной системе, которая там что-то постепенно и имеет там свои какие-то особые задачи, ну, это вот такая экстремальщина, которая может добром не закончиться. Короче, если уж делать гвозди, то делать со специалистами и делать это... Ну, жить в этом. Жить в этом. В этом жить нужно. Что по поводу, вот сейчас еще новое такое популярное направление, это айсбаз. То есть набирается ванна со льдом и, соответственно, дальше туда вот ложатся сначала там на 5 секунд выдерживает, потом 15, и постепенно себя там доводят до 50 минут нахождения в ледяной ванне. Говорят о том, что это очень круто влияет, опять же, на тело. Да, очень круто, и может смертью закончиться. Почему? Потому что, опять же, экстремальная ситуация для мозга. Холод – это всегда спазм. Вот вы спрашивали, дискинезия. Что такое дискинезия? Дискинезия – это спазм. Когда не проходит кровь, спазм сосуда не проходит кровь, а сердце качает, а кровь не проходит, и что тогда происходит? Взрыв происходит, да? Вот, инфаркт, инсульт может произойти. Это раз. Спазм мышц вплоть до судорог, а сердце – это тоже мышца? Судорога может быть? Да. Что такое дискинезия, нарушение движения? Из-за чего? Спазм желчных протоков может развиваться и не пропускает желчь. Дискинезия – нарушение движения. То есть обмен веществ испытывает колоссальный спазм, колоссальную нагрузку. Спазмы мышц, спазмы сосудов, спазмы гладкомышечных органов. Ну, понимаете? Это тоже, это тоже, если в плане оздоровления, это тоже особенная система, которой нужно подходить постепенно. Ну, вот шоковым способом пробить электрические сигналы, ну, сомнительно. Если рассматривать, например, закаливание, вот, суворов, да, это же всё в системе, и всё постепенно, и под наблюдением. Но не 50 минут в ледяной ванне, уж точно. Поэтому вот в омут не бросаемся. Есть проще выход, легче, мало затрат, вообще никакой не затратный. Вот пока мы с вами решили, что мы можем помочь какому-то определённому количеству людей, вот, пожалуйста, скорая помощь онлайн. Легко, просто, трёхминутный комплекс, который будет, как палочка-выручалочка, просто человека из вот этих вот экстремальщин вытаскивать. Только спокойно, безопасно и с хорошим эффектом. И финальная цифра для того, чтобы попасть на скорую помощь онлайн, это цифра 2. Соответственно, ваша задача собрать все 5 цифр, которые были озвучены во время этого ролика, ввести в Telegram-бот в описании к этому видео. Соответственно, и вас пригласят на бесплатные консультации, на которые конкретно под вас подберут упражнения. А что мы можем порекомендовать, чтобы сделать уже сейчас, не дожидаясь скорой помощи онлайн? Какое упражнение можно сделать? Да, мы говорим о том, что у каждого свои нарушения, каждому нужна его оригинальная помощь, оригинальный комплекс упражнений. Но есть упражнения, которые можно выполнять всем только. нужно обязательно выполнять это все правильно и в регламенте. И тогда, даже если сейчас у вас упадок сил, и вы чувствуете, что действительно на работе вы себя подгрузили очень сильно, у вас есть уже эти признаки, о которых мы поговорили, достаточно выполнить 3 простых упражнения, и в моменте вы почувствуете себя лучше. Но хочу сразу предупредить, что эти упражнения выполнять самостоятельно часто нельзя. Это разряд скорой помощи, которая поможет вам быстро вырвать себя вот из такой неприятной ситуации. Ну и потом уже, конечно, надо разбираться и обращаться к специалистам. Вы можете обратиться к нам, и наши сотрудники окажут вам такую помощь. Что нужно делать, если у вас сейчас вот такой выраженный упадок сил? Во-первых, есть такая биологически активная точка под названием доктор Желчь. Она находится на правой и левой руке. Что нужно сделать? Если вы правша, вы находите эту точку на правой руке, вертикально вот так располагаете ладонь. Между вторым и третьим пальцем опускаете вниз вертикальную линию до пересечения с косточкой, вот с костным основанием большого пальца. И выполняете вот такие мягкие массажные движения по часовой стрелке в течение 40 секунд. После этого вы приходите на левую ладонь. Если вы левша, вы всегда сначала начинаете на левой ладони, потом переходите на правую ладонь. Следующее упражнение без кислородной гимнастики, оно выполняется на задержке дыхания, когда вы вдыхаете, выдыхаете. Вот таким образом выполняете колечки указательным большим пальцем и вот в одну цепочку их соединяете. Выводите на уровень щитовидной железы 10-15 сантиметров от щитовидной железы. Вдыхаете, выдыхаете. И в течение всего лишь только 5 секунд выполняете усилия по разрыву этих колец, фактически кольца не разрывая. Давайте вместе выполним. 5 секунд. И очень важно сейчас восстановить дыхание. После того, как вы восстановили дыхание, вы можете выполнить воздействие на биологически активные точки под названием хэгу. Это уже классические точки, если доктор Желчь это наша авторская точка, нас докторов Картавенко, то точка хэгу это классическая биологически активная точка восточной медицины. Определяется она следующим образом. Вы подводите большой палец к указательному и видите, что у вас образовался мышечный бугорок. Вот этот мышечный бугорок и есть биологически активная точка хэгу. Она находится на правой и левой руке. Правши начинают воздействие мягкими массажными движениями на правой руке. Для удобства с обратной стороны вот можно подпирать это место большим пальцем. Воздействуйте по часовой стрелке в течение 40 секунд массажными движениями и очень важно аккуратненько не нарушать кожную поверхность. 40 секунд правши на правой руке воздействуют, после этого переходят на левую руку 40 секунд. Левши начинают с левой руки 40 секунд, потом переходят на правую руку. Этот комплекс поможет вам, если вы очень сильно устали, если вы переживаете дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, а именно это может быть изжога, отрыжка, повышенное газообразование, когда переживаете состояние тяжести в желудке. Это вот эти все симптомы относятся к проявлению в большинстве случаев дискинезии желчевыводящих протоков. Вы снимаете состояние дискинезии и обмен начинает запускаться, то есть вы фактически перезапускаете обмен и сразу же начинаете чувствовать себя лучше. Еще раз повторяю, это скоропомощной комплекс. Часто самостоятельно выполнять его нельзя, конечно, по мере необходимости, но не чаще, чем один раз в день и не каждый день. Для помощи системной, достоверной, чтобы узнать, как это все можно выполнять, самостоятельно улучшать свое состояние, вы можете обратиться к нам за оказанием скорой помощи онлайн. Все условия в этом видео мы уже озвучили, поэтому пока есть такая возможность, не пропускайте, оказывайте помощь себе и близким. Резюмирую это видео и спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. И если вы предприниматель, руководитель, достиженец, то ваша задача в первую очередь обратить внимание на эти упражнения и начать их делать. Потому что вот я из Питера, до меня очень все долго доходит. То есть обычно мне что-то сказали, я очень долго в этом соображаю. Житель северных широт. Да, мы, наверное, немножко все в Питере подморожены. Поэтому, если вы не хотите доводить до предела, как это получилось в моем случае, я рекомендую начать делать это упражнение заранее, не оказаться в клинике, уже просто ходя по стеночке в надежде, господи, вытащите меня, пожалуйста. А как бы начать заранее все это делать, вот приходите на эту скорую помощь онлайн, и, естественно, вы скажете и мне спасибо, и Татьяне Владимировне и так далее. Потому что я вообще считаю, что чем быстрее вы начнете это делать, тем быстрее начнет меняться ваша жизнь. Вы прям можете записать этот день в календаре, когда вы первый день начнете это делать, ваша жизнь поделится на до и после. Потому что если вы раньше искали какие-то секретные способы поднятия энергии, энергетики, там какие-то чудодейственные способы, или там эффективность по-американски, или как ты там строишь свой рабочий день, спросить у миллионера и так далее. Вот вы можете всю вот эту вот, все вот эти вот техники, которые вы собирали, можете отложить в сторону и просто начать делать эти упражнения. Я вам честно говорю, я как профессиональный достиженец, постоянно исследующий разные способы, нашел вот самые простые инструменты. Делаешь и башка хорошо соображает, и точные решения, и больше уверенности, и смелость и так далее. Поэтому пока эта чудо-палочка-выручалочка доступна бесплатно, приходите на нее и будьте здоровы. С вами был Валерий Морозов и Татьяна Квардавенко. Спасибо.